так-то лучше вы думали что драма закончилась это шоу вернулась после печальных событий прошлого сезона нескольких судебных исков нам пришлось изменить название шоу но знаете чтобы избежать проблем и для тех кто не знает как работает это шоу я объясню 14 человек были выбраны чтобы жить в этом летнем лагере в течение нескольких недель каждый момент будет записан одной из сотен камер которые мы поставили по всему лагеря и для вас будет транслироваться каждый эпизод они будут разделены на две команды по 7 человек и будут соревноваться в испытаниях каждый раунд проигравшая команда должна будет пройти церемонию исключения где каждый будет голосовать за человека которого они хотят исключить человек набравший наибольшее количество голосов будет вынужден отправиться домой на автобусе неудачников и в итоге останется лишь один и будет награжден одним миллионом долларов я кристалл а это лагер неудач это лагер неудач эй о привет мы с тобой знакомы мне кажется я тебя уже где-то видел может на телевидении я был антарном в предыдущих сезонах о может там и видел я посмотрел все сезоны перед тем как приехать сюда это ожерелье изумительно она вибрирует как весы а ты узнал я немного одержима этими вещами какой у тебя знак телец так и знала я роза мария приятно с тобой познакомиться я к я нахожу успокаивающим то что я делю пространство с кем-то кто изучает такую хорошую энергию я почти чувствую ее воздухе говоря о воздухе почему в этом мало бюджетном автобусе нет кондиционера я цвета по горло кто-то тяжело переживает менопаузу это надо твитнуть простите это не следует воспринимать как шутку смысле шутка окей слушайте все у нины здесь важное сообщение для всех вас внимание чемпера автобус сломался поэтому я решила позвонить ведущей она говорит что вы должны следовать по пути вдоль дороги пока бежите а два последних прибывших будут исключены навсегда так что вам следует бежать теперь и не на так с незнакомцами говорить нельзя сэр вы не задумывались о том чтобы обратиться психиатру погнали да пап я прекрасно знаю что делать тебе не нужно постоянно напоминать мне ну это решать уже мне мне плевать меня выбрали на эту работу потому что никто не хотел чтобы ты вел отошел так что не говори мне что делать потому что я точно не хочу закончить как ты к эй кажется никто не хочет бежать рядом с нами я к этому привыкла справедливо я все равно не любитель больших собраний людей ну то есть не потому что мне это не нравится я просто предпочитаю инвестировать свое время в тот чем я действительно увлечен ладно мне это вообще не нравится извини я тебе мешаю нет ты кажешься спокойным я не люблю тех кто слишком много общается с другими я хантер приятно познакомиться ладно а ты прости я тесс было немного неловко пытаться поговорить с тест но я думаю что она мне нравится также хотя это совсем не моё я должен попытаться хотя бы немного социализироваться ну знаете если я смогу понравиться людям они не захотят меня исключать привет я заметил твои добрые намерения по отношению другим хотя твои вибрации кажутся несколько турбулентными правда да это привело мою медитацию в автобусе для кого-то вредно звучать вибрации с такой силой вселенная сказала что ты должна знать об этом ладненько ты напоминаешь мне одну мою подругу она отклонилась от просветления когда земные заботы омрачили ее путь к немного странные когда я разговариваю с ним я чувствую что он знает что-то обо мне я не люблю когда меня выставляют на показ гигант и вот так я набрал миллион подписчиков в инстаграме благодаря своей хореографии вау как это я тебя не знал я популярен в корее но не так популярен в этой части мира поэтому мне нравится сюда приезжать чтобы оставаться незамеченным я надеюсь что за эти недели я смогу набрать миллион подписчиков тик токи думаю мне следует уделять больше внимания своим социальным сетям может быть поэтому я не получала большую роль в фильмах привет я и я была актриса болливуда я приехал в соединенные штаты три года назад чтобы продолжить свою карьеру и получить лучшие роли но это было почти невозможно я надеюсь что участие в этом реалити-шоу даст мне известность и кто-то наконец наймет меня для чего-то что не является дополнительной ролью ребят такие популярны меня начинают раздражать мои 200 подписчиков в инстаграме не волнуйся я собираюсь загрузить фото с тобой прямо сейчас я уверен что мои подписчики тебя полюбят любят я один из самых популярных предпринимателей тик тока вы можете найти меня на джеймссиди подписывайтесь на меня я люблю вас всех я сделаю все что вы мне там скажете привет друзья я слышал что вы говорили о социальных сетях как насчет того чтобы подписаться на меня в одноклассниках сэр никто не пользовался одноклассниками в течение двух десятилетий что за одноклассники сэр можете пожалуйста оставить нас наедине ооо простите тебе следует вести себя подобая твоему возрасту откуда тебя знать мой возраст очевидно же беги мы отстаем очевидно что эти ребята немного устали я знаю что скоро я смогу с ними лучше повадить мы видим что начинают прибывать первые кемперы оливер первый ты будешь частью команды а кай команды б лэйк команда или команда б мэгги команда хантер команда б роза мария команда тесс команда б эйден и джеймс команда а юрия команда б вот и последние двое команда и конор команда б чё они двое в командах но нам сказали что последние двое будут исключены та кто лям это сказалð водителя ну я конкретно не понимаю о чём ты говоришь но это не похожи на надёжный источник эй твой отец всем плевать кто мой отец я crystal и я буду ведущей этого шоу Что ж, давайте начнём. Наши две команды готовы. Справа от меня — оранжевая команда, которая будет известна как «Радиоактивные акулы». А слева от меня — зелёная команда, которая будет известна как «Зои Кондора». Я не знаю, кто придумал эти названия, но звучат глупо. Я буду называть вас просто «Оранжевый командой» и «Зелёной командой». Логично. Оранжевая команда — идите по дорожке направо. Зелёная команда — идите по дорожке налево. Так вы доберетесь до своих хижин. Вы серьезно собираетесь заставить нас всех спать в одной хижине? Что случилось с уединенностью для Леди? 2022-й. Все эти препятствия уже в прошлом. Сегодня ваш первый день, так что у вас будет выходной. Увидимся завтра утром на первом испытании. Я так рада быть здесь. Последний год был для меня немного тяжелым из-за некоторых личных обстоятельств. И я думаю, что это поможет мне немного отвлечься. Я хотел бы узнать немного о тебе. Ты так молод и уже достиг стольких своих целей. Как тебе это удалось? Когда мне было 15, я участвовал в танцевальном конкурсе. Тогда я не хотел этого делать. Меня заставили родители. Но, конечно, я справился с огромным отличием. Кто-то из зрительного зала записал это. Видео стало вирусным. И с тех пор я не перестал получать звонки, чтобы стать частью важных хореографических выступлений. Вау, а Слава тебя не тяготит? Иногда немного. Но я обожаю преимущества, которые она приносит. Я не могу жаловаться на то, что у меня есть собственные слуги. Бро, не круто называть кого-то, у кого есть имя слугой. Ну, слуги как слуги. Если у тебя уже есть слава и деньги, что ты здесь забыл? Мой менеджер считает, что участие в реалити-шоу и общении с простыми людишками может помочь улучшить мой имидж в глазах общественности. Пару недель назад я нечаянно столкнул бабушку с экскаватором в нашем местном торговом центре. Это сняли на камеру, и с тех пор я потерял совсем немного поддержки. Нечаянно? Знаешь, старая китайская поговорка гласит «Лиса никогда не...» Я не заинтересован. Он что, отверг мудрость монахов династии Тан? Это безумие. Эй, чем маешься? Игра в видеоигры. Хочешь? Конечно! О, нет! Что? Ты удалил сохранение на последних нескольких уровнях? Прости! Позволь мне исправить! Прости! К счастью, я принесла еще один. У меня уже было много неудачного опыта, когда я брала с собой только одну. Как поклонник этого шоу, ты знаешь имена участников в социальных сетях из предыдущих сезонов? Ну, на парочку подписан. Думаю, Том и Джейк самые популярные там. О, и почему же это так? Не знаю, они были парочкой, а людям в тикторке это понравилось. Ммм, вот как. Надеюсь, в этом сезоне мы будем самыми популярными. Ха-ха-ха. В любом случае, меня это не волнует. Знаю, кому не плевать, верно? Никому. Ха-ха. Это место невообразимо ужасно. Эти простыни выглядят так, будто их не стирали месяцами. Это потому, что их не стирали месяцами. Кто руководит этим лагерем? Здесь нужны срочные изменения. Эй, Лейк, не хочешь пойти в столовую поужинать? Лучше бы сходить сейчас до ночи. Хорошо, я схожу с тобой. Я не знаю, почему я думала, что могу приехать сюда и завести здесь друзей. В конце концов, это то же самое, что и реальная жизнь. Я вызываю страх у отних. И равнодушие у других. Эй, что сегодня на ужин? Я испекла вкуснейший тыквенный хлеб. Надеюсь, вы им насладитесь, потому что... Он может стать вашим последним. Ха-ха-ха. Вы такой смешной царь. О чём ты говоришь? Ну, расскажи мне немного о себе. Откуда ты? Я из Германии, мне 16 лет. Я самая младшая из своих братьев и сестёр. Могу сказать, что я из довольно талантливой семьи. Моя мать известная скрипачка. А отец уважаемый химик-ядерщик. Вау! С такими замечательными родителями ты должна быть такой же замечательной. Ха-ха. Я не такая уж замечательная. Иногда пишу, но это просто хобби. Мои родители говорят, что я обязана учиться и получать отличные оценки, чтобы поддерживать репутацию своей семьи. Я пришла на это шоу, потому что хотела получить новый опыт, прежде чем в следующем году меня отправят в школу-интернат. Блин, похоже, твои родители не любители весёлых штук. Если тебе когда-нибудь понадобится моя поддержка, просто скажи об этом, и я тебя поддержу. Ага, спасибо. Хочешь половинку этого хлеба? Если я съём всё это, это превысит мою дневную норму калорий. Без проблем. Это определённо не было половинкой её хлеба. Но я не собираюсь доставлять лайк дискомфорт. У меня есть что-то странное. Я постараюсь быть её другом и узнать, что происходит.